Вы скажите, вот вы как следователь по особо важным делам, который уже второй год скоро, вот полтора года будет, да, ведет наше дело по могиле неизвестного фашиста. Скажите, у нас 9 мая, годовщина 75 лет, мы будем с фашистской могилой встречаться на ее месте? Да, слушайте, ну вот вы опять, вот вы звоните, вы какой-то разговор конструктивный, но мы каждый раз об одном и том же с вами разговариваем. Ну вы же, ну, к руководству собирались записаться на премию. Да, я записался, я послал... Ко мне какие вопросы, ко мне какие вопросы? Объясните, в чем разница между следователем районного отдела вашего следственного комитета, который сам мог послать письмо в администрацию, копайте до земли. И почему вы, следователь по особо важным делам, не можете послать такое письмо, чтобы копали до земли, и в это время шляпа стояла в складе, а потом разбираться уже, кому кости, а кому... Слушайте, ее обследовали, материал, эту могилу мы дополнительно уже обследовали. Секундочку, секундочку, вас обманули, вам нагло соврали, по одной причине. Потому что обследовали вокруг этого памятника, и у нас это заснято. Но это было сделано до того, пока не знали, что в переводе была ошибка, что множественные останки... Вы не слышите меня. На прошлой неделе было обследование. Секундочку, кто-то копал в земле там, под памятником, на прошлой неделе? Они специально привлекались, поисковый отряд ДОН привлекали, специальные поисковики, которые занимаются вот этими всеми вопросами, историческими, вот именно раскопками занимаются, ищут вот эти кости. А кто... Специально есть щупы, они все памятником обследовали. Секунду, как можно под бетонной плитой щупом ощупать? О чем мы говорим? Ну я не знаю, ну вот, ну я не специалист, а они специалисты сказали, что так можно ужинать, есть там что или нет. А почему нас не пригласили? Заявление было от меня лично. Почему меня ставят в известность? Ну это что, ну зачем вас приглашать, я не понимаю. Как зачем? Чтобы я видел, что там нету аферы со стороны администрации, вы прекрасно понимаете. Это не администрация проводила, это наш следователь проводил с привлечением воронежских специалистов, там вообще из местных никто в участии не принимал. Так, ну вот смотрите, я снова это все опротестую, я вам скажу почему. Потому что кости могли быть замурованы в любом слое, залиты раствором, стопроцентно. Ну понятно. Конечно. Кости могли быть закопаны в земле, и через бетонную плиту, через постамент, никакой там поисковик, ничего. Вы мне можете акт обследования, фотофиксацию все это представить? Я заявление писал. Я проводил, проводил ваш любимый следователь Оверков, которому вы доверяете, он занимался этими вопросами. Вот я, можете к нему сейчас обратиться, материал сейчас у них в производстве находится пока. Можете к нему обратиться, он вам расскажет все тонкости и нюансы. Здравствуйте, Роман. Извините, что я беспокою, Савченко Николай Александрович. Да я только что разговаривал с Дмитрием Владимировичем. Он меня обрадовал тем, что проводилось обследование, и как-то умудрились через бетонную плиту с щупами чего-то прощупать там. Вы не можете мне пояснить, что за обследование было? Каким образом могли там прощупать через бетонную плиту? Я вот, к сожалению, не в курсе этого меня у меня... А он сказал, что у вас дело, и вы там присутствовали с поисковиками воронежскими. Блин, нет, не я, а потом присутствовал. Оба-на! Оба-на! А он сказал... Сказал ваш любимый следователь, которому вы доверяете. Я сказал, да, доверяю. Моя задача какая была? Посмотреть, что под памятник. Я сказал, что под памятником вот две могилы, вот они как ряд идут, они там присутствуют. Кто там, что там, мы сказать не можем, потому что нам же скрывать не дают. И я же предложил, что вот соседние выхоронения, которые тут прятают, ну давайте скроем, посмотрим, что это такое. Кто это? Мне сказали, нет, не надо. Ну, не надо, а метод просто. Ну, понятно, то есть это была такая, скажем, попытка сделать невозможное. Вы же сами понимаете, что под памятником это два варианта. Либо копать сбоку яму и пытаться чего-то там прокалывать, либо никак. А тем более там могли заложить в каком-то ряду, залить раствором. И понятно, что это не ваша задача как бы разбирать постамент, потому что это не в земле. Ну, по сути, да.